доброе утро дорогие друзья всем доброе утро 24 августа надеюсь сегодня будет интернет у нас хорошо работать пока работает слава богу и поэтому начнем поэтому сразу же начнем изучать 24 главу по четвертой главе тоже очень много есть хороших таких приятных саму не псалмов сухим отрывков и вот их выделен сейчас я с вами поделюсь отрывками чтобы тоже могли их читать хорошо значит сегодня у нас 24 глава и мы рассмотрим сегодня сейчас вот четыре отрывка мы сегодня рассмотрим выбрать один как вы знаете я пользуюсь ботом и вам советую пользоваться ботом потому что когда в боте можно посмотреть поделиться отрывками со своими друзьями знакомыми очень удобно сделано что ты можешь что ты можешь делиться именно тора это такая вещь вещь можно назвать да тора это такая очень удивительная субстанция и даже не знаю как назвать что такое тора принципе тора это переводится учение но тора это это как мысли всевышнего если можно так сказать и когда ты делишься с кем-то мыслим и всевышнего да то что происходит то это как свет нер есть отрывок мышлей что свеча это заповедь нер митсва то есть каждая заповедь который ты делаешь я сейчас делаю заповедь изучения тора и это как зажигается свеча то есть зажигаешь там например бывает иногда есть желание нет желания есть энергия нет энергии есть на строении нет настроения и особенностей нет настроения нет желания это в этот момент включая включаешь прям зажигаешь как раньше его зажигали искру выбивали искру знаете чтобы зажечь агон рожья надо было взять камень и каплю как бьешь 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 салона сыра вот дела но срокекс 1 солома такая, да. И ты опять этот искру выбиваешь, выбиваешь. Потом бах, выбил искру. Это заповедь. Сделать заповедь всегда тяжело. Заповедь, она должна идти снизу от тебя. А Тора, сказал Сарь Филамон нам, Тора Ор, Тора Свет. Тора, она идет от Всевышнего. И когда ты цепляешься за вот эти вот отрывки из Торы, да, и ты начинаешь их обдумывать, и ты внутри себя в голове, ты начинаешь их повторять, да, в этот момент зажигается свет. Тора это свет. Представляете? И ты соединяешься через слова Торы со Всевышним, с Богом. И Дерехаим, путь к жизни, или путь жизни, можно сказать, или путь к жизни, или вообще путь жизни, тохахот мусар, это нравственная моральная дисциплина и увещевание, нравственное увещевание. Потому что тело, которое солома, которая, вертикально ходящая лужа, оно не хочет, прям так, оно не согласно, оно прямо взять и отдать все свои удовольствия, вожделения, все свои вот эти вот удовольствия, вожделения, просто так отдать и подчиниться душе. У него задание, у тела, у тела есть конкретное задание, быть сопротивлением для души, для того, чтобы интеллектом выбрать и осветить свое тело, для того, чтобы перейти из материального своего существования, вот духовное свое вечное существование, сияние. И вот, значит, сегодня мы тогда зажигаем, выбиваем искру и смотрим на шестой отрывок 24 главы. Написано здесь так, что такбула это военная хитрость, такбула это военная хитрость, когда ты просчитываешь, как в шахматах, шахматы это же военная игра, и когда ты в шахматы просчитываешь комбинации, или в шашке даже, тоже военная игра, просчитываешь, вот я сделаю так, он сделает так, я сделаю, тогда я сделаю так, он сделает так, но если он сделает не так, я сделаю вот так, и вот так, это называется так было написано вот этими так было от военными хитростями то целых а мил хама будешь вести себе войну вот это интересно почему их а не просто войну а именно себе войну учла бровец и спасение когда много советников здесь речь идет о войне о войне с внутренним злом со злым началом его человек он обычно наедине с собой большая часть времени мы находимся наедине с собой в своих внутренних разговорах и в своих внутренних каких-то мыслях которые приходят то есть вот если вы понаблюдаете за своим мышлением вы вдруг обнаружите что мы мысли приходят они не вы не можете их остановить вы можете попытаться если вы в хорошем состоянии перенаправить или с помощью каких-то вопросов как бы задать им направление или с помощью какого-то желания которое возникло или вы себе его вспомнили да вы можете направить ход мысли но мыслями человек не управляет и вот он внутри постоянно находится в диалоге у него внутри вот эти вот свои мысли и эти мысли управляются коахадимьоны это силой воображения и в основном потребностями тела и что получается плюс есть еще эмоциональные разные штуки такие как зависть как гордость как а значит месть очень очень часто так сильно влияет на мышление чем более негативные эмоции тем они сильнее влияют на мышление и очень часто человек прям погружается в какие-то негативные истории или там например он выпил алкоголя например кого-нибудь и он погружается в какие-то вожделения да ему дальше куда-то надо ехать бежать куда-то ему кто-то ему нужен на компании мы теперь вдруг нужна то есть у человека внутренний мир он это управляется злым началом животным злым началом теперь вот здесь говорит нам царь салмон с ним нужно вести войну с этим злым началом обдуманно хитро не ты не можешь так просто то есть ты проиграешь злое начало самого начала выигрывает как змей выиграл у первого человека в первой в первой шахматной партии также также этот змей теперь внутри каждого из нас и в обычный чек проигрывает то есть злое начало написано родилась раньше чем человек но потому что вот это вот животная сущность она еще не было личности не было выбора не было никакой даже ну идеи интеллекта дал когда появился первый сперматозоид и первая яйцеклетка там была только животная сущность то есть она делилась на две клетки на 4 и так далее и она старше она сильнее она мощнее она продуманная даже вам больше скажу вот это вот животное начало злое начало его бог создал но как бы хозяин у него то кто-то его создала тут его заплат запрограммировал это это возьми и послал он бог творец и тут у тебя твой интеллект который да он на службе твоей же души который тоже бог послал то есть это тоже бог но говорит царь сам он мудрейший из людей бы так было то селых амил хама то есть старайся быть хитрым и не попадать в такие ситуации когда твое злое начало тебя может может она тебя победить и дает такой совет лайфхак в чуа спасение боровец когда есть много советников поэтому тора нам говорит оселых арам сделай себе рава и приобрети себе друга и а вы дан от коля адамлика вскут и суди каждого человека с хорошей стороны вот сегодня видел один из отзывов один из участников икра прислал отзывы говорит спасибо за уроки я самого начала начал ходить на ваш уроки он в твилине сейчас в столите молиться то есть и говорит спасибо вот у меня яков шатадин терь мой раб и он ему есть чему посоветоваться яков шатадин он знает если не знаю то спросит у своего раввина его раввин если не знает спросит у своего раввина всегда спасения когда у тебя есть кем посоветоватьсяwohl 3 советники они они умные хороших То есть мы смотрим, когда идет любая война, то спасение от того, кто у тебя советник и какие у тебя советники. Потому что если советники, кто там, то какой же тут победа в Милхаме, в войне. Все, значит, этот отрывок очень важный. Мы понимаем теперь, что делать и как делать. И выполняем совет, совет, который нам дает Тора, что сделай себе Рава. И Морбе и Ца тут умножает советы, умножает Морбе и Ца Морбе Твунам, умножает понимание. У него появляется четкое понимание, что и как делать, какая 3D-картинка с разных сторон. Хорошо, значит, следующий отрывок, который в этой главе находится, это 16-й отрывок. Я, видите, был 6-й, потом 10 отрывков я пропустил, но вы можете их прочитать, изучить. Там для вас может быть самое важное, скрыто для вас. То есть я выбирал те отрывки, которые на этом периоде мы учим все время по кругу. То есть мы каждый день по одной главе изучаем, читаем, на уроке разбираем 2-3 отрывка. И за месяц заканчиваем весь изучение. Мы не читаем притчи, мы их изучаем. Задача не просто эти мысли понять, а действительно начать жить по ним, делать их. Потому что если вы найдете себе рава, если вы начнете советоваться, если вы начнете свой духовный рост делать вместе с кем-то, то есть уже когда на вас Яцарара напал, он спокойный. На него напал, вы спокойны. То есть уже как бы вместе полегче. Теперь 16-й отрывок, я обратил внимание на него сегодня. Значит, в 16-м отрывке говорит нам царь Соломон. Тишева и поль цадик. Семь раз упадет праведник. Именно обратите внимание, не написано семь раз встанет. Написано шева и поль. Семь раз упадет цадик. Вэкаам. И потом встанет. То есть в начале как бы без падения нет вставания. Вы решаем, а злодеи, и кашлу быра, они споткнутся о зло. То есть здесь очень интересно вот такое построение этого отрывка. Семь раз упадет цадик. То есть понятно, что иначе они бы не сравнивались. То есть злодеи будут спотыкаться об зло, но они не будут падать. А праведник, он упадет и встанет. В чем разница? Почему злодей будет только спотыкаться об зло, а праведник упадет? И почему они не встанут, а праведник встанет? Тут, мне кажется, здесь вот такая вот работает система. Например, человек, который очень любит чистоту. Вот прям есть люди такие, они очень-очень любят чистоту. И он на себя там вылил чуть-чуть кофе. Капнул кофе, капелька. Для него это серьезная проблема. Реально у него серьезная проблема. Он расстраивается за этот кофе. Он берет, начинает стирать, начинает менять одежду, чтобы быть чистым. Для него чистота это очень важно. И второй человек, он не так любит чистоту. Он и так уже был, у него такая одежда была порвана чуть-чуть, грязноватая. И он вылил на нее еще капельку кофе. Оба вылили кофе. Оба споткнулись. То есть они сделали на себя чуть-чуть больше грязи, чем было до этого. Только для праведника это серьезная проблема, падение. И он начинает с этой грязью работать. И он ее очищает. И он опять в чистом. А злодеет, если он уже по сути грязный, то он споткнулся. Для него это капелька кофе, ну споткнулся, ну еще чуть-чуть грязи. Ну, и они поэтому даже не воспринимают это как падение. Для них это норма. То есть, как написано в Талмуде, сказано, что человек один раз грешит, для него это страшно. Второй раз он это уже думает, что это, ну не так это страшно. Третий раз это для него становится нормой. Третий раз для него уже стало это нормой. Это для него перестало быть проблемой и нарушением. Поэтому семь раз в Шево падет праведник и встанет. А злодеи споткнутся во зле. То есть, они будут спотыкаться в этом зле, но так особо на него не обращать внимания. Понятно, да? Теперь праведник, поэтому не надо... То есть, если ты уже упал, скажи себе, да, я упал, бывает, и встань. Но самое плохое, когда ты говоришь, я не упал, я не упал, это я споткнулся. И в этот момент ты уже начинаешь преуменьшать проблему, ситуацию вот этой, в которую ты зашел, да? И тебе сложнее будет встать. У тебя нет позывной силы вот этой, нет мотивации, нет пружины. Хорошо. Но и второе еще что, что я слышал, что именно за счет вот этих вот вставаний праведник становится праведником. То есть, у него вырабатывается вот эта сила, сила преодоления вот этих вот ям, духовных спадов, каких-то ситуаций сложных и так далее. То есть, именно за счет того, что он встает, у него, значит, идет, у него начинает идти именно то, что он становится справедником. Теперь, и вот тут идет интересно, значит, 17-й отрывок, 18-й отрывок. Они говорят тоже про падение, но они говорят немного с другого ракурса. Очень интересно. Значит, я вам расскажу вначале историю, как раз в этот шаббат. Я учил эту историю, и будет она вам, может быть, полезна. Был такой мудрец Рова. Был такой мудрец Рова, да, в Вавилоне. Один из великих, величайших раввинов. В Талмуде он тысячу раз упоминается. Он все время в Талмуде один из таких ключевых мудрецов. И вот Рова написано, что когда он заболевал, первый день он никому не говорил, чтобы не испортить свой мозаль, свою судьбу. Значит, когда человек заболевает, он чувствует себя приболевшим. Он еще не заболел, он приболел. Он плохо себя чувствует просто. Рова говорил, что, и Талмуд говорит, что в первый день не надо сообщать. Никому нельзя сообщать. Почему? Потому что люди могут своими мыслями, они очень влияют, мы влияем все друг на друга. И если человек другой будет думать, что он болен, он болен, то он болен. То есть это может, наоборот, даже, он еще не был болен, он просто плохо себя чувствовал. Но мысли людей могут ухудшить его судьбу. Поэтому нужно самому самостоятельно, если ты плохо себя чувствуешь, молиться, спросить Всевышнего, давать сдаку, делать заповеди, то есть стараться каким-то образом делать шуву, раскаиваться, стараться каким-то образом вырулить из этого состояния. Но первый день написано, не надо говорить. на второй день Рова говорил своему слуде, который, ну, Шамаш это, тот его помощник, помощник. Он ему говорил, иди объяви, что Рова заболел, скажи всем, что Рова заболел. Тот выходил и объявлял, Рова заболел. И когда его спрашивали, а в чем смысл тогда, если первый день нельзя было, а почему во второй день надо объявлять, он говорит, это в Талмуде написано в трактате Брахот, 56 лист. Рова говорил так, значит, те, кто меня любят, оавим, да, люди, которые меня любят, они будут молиться и просить за меня рахами, милосердия на небе. Любящие меня будут просить за меня милосердия на небе. Это мне очень сильно поможет выздороветь. Ненавидящие меня, те, кто меня соним, есть эти люди, которые даже Рову, великого мадреса, ненавидели. Они будут радоваться, они будут радоваться и тоже мне помогут выздороветь. И приводил он этот отрывок, 24 глава, 17 отрывок, который мы сейчас как раз будем разбирать. Бинполь Айвеха, Альтисмах, когда упадет твой враг, не радуйся, уби кашло, алья гэлли беха, и когда он споткнется, пусть не ликует твое сердце. 28 отрывок, да, 18 отрывок, до 4 главы. Пен иреа шем, вэраба инав, может быть, тут не написано точно, может быть, увидит Бог, и будет это плохо в его глазах, вэйшив мэалав апо, и он уберет с него свой гнев. Теперь Рова, он привел этот отрывок из Мишлея, он говорит, есть такой закон в духовности, в духовном мире, что если кто-то упал, упал, споткнулся, то есть заболел, попал под раздачу, называется, попал под раздачу, на него сейчас идет небесный суд, дин, то есть идет, как бы, есть два, два процесса в мироздании, первый процесс, это суд, то есть за каждое действие Бог приводит на суд, за каждую мысль приводит на суд, суд, это справедливое воздаяние мира за меру, то есть, если бы мир существовал по суду, он не мог бы существовать, потому что по справедливости у человека, у мира нет, нет, как сказать, то есть то, как мы себя ведем, как ведут себя люди, если бы Всевышний вел с нами так же, как мы себя ведем по отношению к другим и к себе, то должно было быть стерто человечество, то есть то отношение, как мы относимся к друг другу, там, к родителям, к, ну вообще, то есть то, как люди ругаются, воюют, ненавидят друг друга, завидуют, там, и так далее, то есть если бы все это сразу же моментально возвращалось на человека, то людей бы не было, потому что есть, известно тоже, по-моему, это в Экклезиасте, в Экклезиасте, в Каэлите, там так сказал царь Самон, когда тебя проклинает твой раб, не обращай внимания, не смотри, сам ты в гневе сколько раз проклинал даже близких своих, близких своих, то есть иногда люди даже с близкими ругаются, говорят какие, или думают какие-то вещи нехорошие, если бы мир был по суду и сразу бы, моментально бы на человека возвращалось то зло, которое он проецирует, мира бы не было, но что, Всевышний включил второй процесс, который называется милосердие, милосердие, это Всевышний откладывает между воздаянием и действием есть промежуток, во время которого человек может успокоиться и сказать извини пожалуйста, зря я это сделал, тот может его простить, человек один другого обидел, потом приходит, говорит, ну прости меня, ну не хотел я, ну бывает вот так, то есть Всевышний и в отношениях между людьми предусмотрел механизм извини, механизм прощения, и в механизме между человеком и Богом он тоже предусмотрел этот же механизм, который называется раскаяние, и в этом проявляется милосердие Всевышнего, Всевышний не перестает быть справедливым судьей, он не перестает, но он очень сильно добавил в этот мир вот этот вот процесс, механизм, вещество, милосердие, как вот Дмитро Латуха, молодец, он вспомнил отрывок, что Бог ходит по дорогам милосердия, дороги это широкие, дороги милосердия, он много добавил милосердия, и по тропинкам правосудия, есть тропиночки правосудия, то есть это не сразу, Всевышний старается дать возможность злодею исправиться. Теперь, что он нам здесь говорит? Он говорит, когда твой враг упадет, не радуйся, когда он споткнется, не ликуй, может быть, Бог увидит, и будет это плохо в его глазах, в глазах Бога, и он с него заберет свой гнев, а на кого направит? На тебя, ты некрасиво себя ведешь, да? Теперь, или тут может еще как сработать? Вот смотрите, мера наказания, она обусловлена, да, то есть проступком. Вот человек заболел, ему положено наказание, и тут еще враг его радуется, это же вообще неприятно, когда ты болеешь, не дай Бог, а кто-то в это время радуется вообще, ааа, так тебе и надо вообще, все, это удваивает страдания, Бог, оп, говорит, хватит ему страдания, достаточно, поэтому Рова говорит, пускай мои враги радуются, если они меня так уж ненавидят, пускай порадуются, что я заболел, Бог увидит, и с меня заберет эту болезнь, то есть те, кто меня любят, будут за меня молиться, враги будут радоваться, потому что они притчи не учат, они не знают, что не надо радоваться, и в любом случае, я буду выигрыш, и я выздоровлю по этому поводу, и тут я вспоминаю, еще одну историю, про Раби Нахмана, когда Раби Нахман ехал, со своим помощником, в землю Израиля, и было очень тяжелое путешествие, они были на грани смерти, много раз, корабли, война, там, ну, было вообще, очень-очень, было тогда тяжело добираться, до земли Израиля, еще вот сейчас я тоже понял в очередной раз, прям, что насколько это был огромный поступок со стороны Раби Нахмана, который готов был жертвовать своей жизнью, чтобы доехать до земли Израиля, и он поехал в землю Израиля, и что на обратном пути в гостинице какие-то люди, евреи, они начали насмехаться над Раби Нахманом, позорить его, и ученик его помощник хотел сказать, давай я скажу, что ты внук Баатшемтова, что, ну, скажу, кто ты, Раби Нахман говорит, не надо, раз Всевышний так делает, это как, помните, было с царем Давидом, когда царь Давид убегал от Афшалома, уходил из города Иерусалима, его сын поднял на него восстание, и он уходил со своими преданными людьми, отрядом, и он уходил, и навстречу ему идет Шиме Бенгера, и ему говорит, вот, это Бог тебя наказал, потому что он начал плохо про него говорить, и помощники царя Давида говорят, давай мы убьем его сейчас, кто тебя позорит, царь Давид говорит, нет, пусть позорит, может быть, Всевышний сейчас увидит, насколько мне это больно, неприятно, а он знал, что он прав, он не делал ничего плохого, ну, то, в чем его обвинял Шиме Бенгера, но он говорит, пускай Всевышний увидит, как я страдаю, и снимет с меня это наказание, то есть, пускай это будет неискуплением, то же самое сказал Раби Нахману, он сказал, не надо останавливать, пускай, то есть, вот эта боль, которую я терплю, сейчас, которая, это, это меня спасает сейчас от смерти, то есть, если бы не вот эта вот боль, не этот позор, значит, я бы сейчас умер бы, и, значит, а это меня спасает от смерти, то есть, праведники, цадики, которые видят, вот, реальность, они именно так, так, вспоминая эти отрывки из Мишлей, они так их интерпретируют в своей жизни, и последнее, мы сейчас приближаемся к Роже Жана, и, так как мы все хотим удостоиться в суде, мы хотим, чтобы был хороший следующий год, мирный год, чтобы наступил мир, чтобы было, прямо все хорошо, опять вернулось, как раньше, чтобы хорошая, спокойная, мирная жизнь, есть такой совет Торы, что Моавир Альмидотав, тот, кто переступает через свои качества, тот, кто не обижается, тот, кто прощает, тот, кто не гневается, тот, кто не раздражается, и так далее, то есть, тот, кто умеет перейти через свои качества, гордости, ну, внутренние вот это вот, вспынчивость и злобы, а Моавир Альмидотав, ему переходят так, же ему переступают, ровно мера за мера, все его грехи, ему прощают все, все, все грехи, поэтому, если вы умеете простить, те, кто обидели вас, не злиться, отпустить, забыть, попрощаться, то, вот прямо отпустить, искренне, то точно так же, Всевышний поступит с вами, все, все, удачи, успехов, то есть, отметьте для себя какие-то уроки, которые вы для себя, инсайты, которые вы для себя вынесли, и всем всего хорошего, удачи, успехов, чтобы Всевышний дал вам благословение, во всех хороших делах, и чтобы был мир в душе, мир в семье, и мир наступил в заслугу, что мы умеем перейти к миру внутри, и наступил мир снаружи, все, всем удачи, успехов, до завтра.